Подходим к золотым воротам с надвратной церковью. Ворота были построены в 1164 году при князе Андрея Боголюбского. Первоначальное предназначение ворот это оборонительное, но также они использовались и как триумфальная арка. Это был парадный вход в княжеско-боярскую часть города. Основой здания стал белокаменный четверик с нишами в боковых стенах, высокий проем ворот и свод поддерживает арки. Сейчас поближе подойдем. Тут еще круговое движение, особо, конечно. В принципе издалека сейчас покажем. В центре верхнего яруса ворот располагается небольшая Рисположенская церковь. Сейчас мы посетим экспозицию музея Золотые ворота. Поднимемся вот по этой крутой лестнице наверх. В древние времена здесь находились золотые ворота, по крайней мере жители так называли. Были ворота сделаны из чистого золота или нет, никто не знает. Но историки как бы предполагают, что все-таки были сделаны из золота. И во время штурма города монголо-татарами жители сняли эти ворота и куда-то спрятали. И до сих пор никто не знает, куда были спрятаны эти ворота. В настоящее уже время были проведены исследования и вот где-то вот здесь нашли пустоты внутри здания. И что находится в этих пустотах никто не знает, потому что дальше запретили исследовать. Ну предполагают, что может быть где-то здесь и были спрятаны эти золотые ворота. И монголо-татары их не смогли найти. Экспозиция музея состоит из двух частей. Представлены предметы, документы, имеющие отношение к воинам. В начале представлено все, что связано с Великой Отечественной войной и войнами, которые были гораздо раньше. Есть даже настоящий скафандр летчика-космонавта, участника программы «Союз Аполлон». Но больше всего мне понравилась диорама. Решающий штурм Владимира войсками Хана Батыя 7 февраля 1238 года. Именно в этот день город пал. Интересно сейчас представлено. Включается аудиосопровождение. Так красочно все рассказывается. Очень интересно. За золотыми воротами в сторону реки Клязьма располагается бывшая часть мощного крепостного вала. В 12 веке Владимир был окружен валами с древними стенами и башнями на них. Для своего времени это, конечно, было достаточно мощное фортификационное сооружение, не раз спасавшее княжескую столицу от захватчиков, но не устоявшее перед Золотой Ордой. К 18 веку оборонительное значение города упало. И на насыпи местные жители стали разбивать огороды. Вот и Алексей Козлов купил участок с яблоневым садом неподалеку от Золотых Ворот. Вот с того времени он и называется Козлов Вал. Со временем на нем построили водонапорную башню, к которой мы сейчас и направляемся. Ну а вот зимой ребята очень здорово ее под горку используют. Перед нами здание реального училища. Учебное заведение открыло свою дверь для учащихся в 1908 году. В отличие от гимназии, где получали классическое образование, реальные училища готовили поступление в университеты с техническим направлением. Здесь изучали такие науки, как физику, химию, биологию, математику, черчение. А сегодня это учебный корпус Владимирского государственного университета Столетовых. Именно здесь находится филологический факультет и институт искусств и художественного образования. На здании должна быть еще также мемориальная доска писателю Венедикту Ерофееву, автора автобиографической поэмы «Москва петушки», обучавшемуся во Владимирском педагогическом институте. Вот перед нами видим светлое такое здание двухэтажное. Это вообще раньше было, как изначально построили, здание земской женской гимназии. В 1860 году Владимирское земское управо всерьез озаботилось открытием женского учебного заведения. Патриархальная Владимирская губерния оказалась единственной из восьми входящих в московский учебный округ, где не было ни одной светской школы для девочек. И вот было решено открыть, наконец-то, женскую гимназию. Потом, естественно, переделали в школу. И чем это здание еще уникально? В начале 80-х годов здесь был осуществлен очень удачный эксперимент. Спецклассы с футбольным уклоном, в котором учились только мальчики. Из тех классов выросла целая плеяда владимирских футболистов и тренеров, составивших основу нашей команды «Торпеда» последних десятилетий. Здесь выросли такие знаменитости. Это Владимир Вяземский, Дмитрий Вязьмикин, Евгений Дурнев, Александр Акимов. Ну и другие, конечно, знаменитые футболисты. Вот напорная башня построена в неорусском стиле. Как видите, из красного кирпича. И внутри опять-таки располагается музей, посвящен старому Владимиру. Сейчас пойдем заглянем, что там интересно. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, правда, это не туда, да? Да. 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 Я думаю, что это не так, это действительно. Очень интересно. Угу. Поверь. Угу. Эта департамент. Угу. Угу. вот мы поднялись на смотровую площадку здесь она кстати разделена можно за стеклом посмотреть а можно вот выйти непосредственно на улицу как на балкон то есть это получается четвертый этаж водонапорной башни сейчас мы как раз посвятили музей старый владимир как раз расположившийся в старой водонапорной башни очень понравился такой колоритный перенес в прошлое увидели зарисовки жизни губернского города конца 19 начало 20 века показал жизнь всех слоев городского населения чем занимались во что одевались как отдыхали очень понравился выпуск брачной газеты за 1917 год с помощью которой жители до революционного владимира пытались устроить свою личную жизнь ну что вам сказать тех времен ничего не изменилось 50-летний мужчина и еще 20-летних барышин а 20-летние барышни ищут состоятельных мужчин вдалеке увидели колесо обозрения а вот сейчас показываем вам владимирскую останкинскую башню жители владимиром по праву гордятся тем что основатель их города владимир красное солнышко стал первым государем были повелевшим использовать во время трапез ложку и в десятом веке был издан указ о столовых приборах и даже заказан набор серебряных ложек для дружины тем самым князь положил начало истории ло русской ложки и вот мы сейчас посетили музей ложки во владимире оказывается ложка не только прибор для приема пищи а несет в себе совершенно иную смысловую нагрузку предмет является многофункциональным и нам сейчас вот об этом рассказали показали продемонстрировали уже очень интересная экскурсия получилась в экспозиции представлено около трех тысяч ложек ложечек рассказали об истории возникновения техника изготовления множество легенд о ложках рассказали в музее собраны ложки разных стран эпох многие из них очень редкие уникальные некоторые единственные в экземпляре самая маленькая ложечка представлены из серебра 925 пробы и вся конструкция величиной в 3 миллиметра то есть ее представлена она вообще под микроскопом виде мышки на ложечке вот такие вот всякие необычные например ложка для усатых мужчин ложка для тех кто худеет например еще интересная ложка для приема касторового масла специальный такая с зажимом чтобы вот этот неприятный аромат этого масла в нос не бил в общем очень нам понравилось интересно познавательно а и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...